Добрый день, дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов КОБА. Меня зовут Рудов Сергей, я руковожу обучением наших сотрудников, а также веду этот YouTube-канал. Сегодня будет у нас очень интересная тема, ну по крайней мере для меня это очень интересный опыт и очень интересный эксперимент. Что будет, если перегнать абрикосовый сок из магазина? Мне просто недавно посчастливилось, достался практически бесплатно абрикосовый сок в объеме, около 20 литров, немного мы выпили. Отличный абрикосовый сок, насколько мне могут подсказывать мои вкусовые рецепторы. Столько, конечно же, одного и того же сока не выпить и поэтому я решил провести эксперимент. Что будет, если перегнать магазинный коробочный сок? Итак, план на видео. Что же мы будем делать на этом видео? Во-первых, мы зальем весь объем нашего абрикосового сока в бродильную емкость. Затем мы измерим плотность этого сока с помощью ориометра. Добавим декстрозы, либо не будем добавлять декстрозы, если плотность будет нас устраивать. Потом добавим фруктовые дрожжи, дождемся окончания брожения и перегоним полученную брагу. Сделаем два перегона. Первый перегон в режиме под стил. Второй перегон мы сделаем на 3-дюймовой колпачковой колонне. Я испытаю новинку, которая недавно появилась в наших магазинах колба. А вы получите дополнительный опыт о том, каким образом работать с такого вида оборудованием. А в конце, когда все это будет закончено, мы, конечно же, продегустируем полученный напиток. Посмотрим, имеет ли место быть перегонка магазинного сока. И посмотрим, насколько много вкуса ароматики сможет нам оставить колпачковая колонна. Ну что, друзья, если вы готовы, то переходим на нашу кухню и начинаем готовить брагу. Слили мы в бродильную емкость весь сок, который у нас был. Тут чуть-чуть поменьше 20 литров. И замерили его плотность. Около 10. 9,5 примерно. Я считаю, что этого мало, и на этот объем нужно пару килограмм декстрозы точно добавить. Тогда будет более-менее нормальный выход. Ну что, здесь вместе, из тех, кто его может закончиться с друглой и таким образом, что это Теперь всю эту декстрозу необходимо размешать хорошенько. И добавляем фруктовые турбодрожжи. Все. Ставим под гидрозатвор и ждем окончания брожения, чтобы перегнать. Абрикосовая брага отбродила у нас за 5 дней. Мы перелили ее в куб. Вот такого цвета она получилась. Пока можно уже ее разогревать, включим на полную мощность. Будем делать стандартный первый перегон. Пока брага у нас разогревается, соберем аппарат в режим подстил. Я буду использовать еще и диоктор дополнительно, потому что вдруг будет какой-нибудь брызгал у нос. Все-таки с магазинным соком я еще не работал. Сразу на максимальную мощность включаю. Все подогревается. Сейчас соберу аппарат и вернусь. Собрали наш аппарат для первого перегона. Как я говорил, с диоптером. Вот в такой конфигурации и будем перегонять. Шланги и воду уже все проверим. Теперь ждем, пока нагревается аппарат. На 65 где-то я подам воду. И также на полной мощности, стандартно, все как с обычным первым перегоном, будем перегонять. Вернусь, покажу вам, сколько спирта сырца у нас получилось. Тут мы просто отбираем. Отбираем до тех пор, пока спиртуозность не будет около 10%. Дальше смысла отбирать я уже не вижу. Так, через 3 часа перегон у нас закончился. Получилось у нас чуть больше 5 литров. Где-то 5,5 литров спирта сырца. Здесь у нас 40%. Здесь процентов 20 максимум. В общем, выход небольшой достаточно. Но и браги у нас было под 20 литров. В общем, с покупного сока выход совершенно маленький. Хотя сбродило под ноль. Ну, давайте собирать аппарат для второго перегона. Разбавим спирт сырец до 20. И перегоним на колпачковой колонне. Так, снова подключаюсь. На второй перегон аппарат мы собрали вот в такой конфигурации. Сначала у нас идет 3-дюймовая колпачковая колонна. 3 колпачка и 1 обратный. 4 уровня. Дальше у нас узел отбора по пару идет. Дефлегматор. И холодильник. Отбор по пару с колпачковой колонной. Сырец уже залит в куб, поэтому ставим нагрев. Пока на максимум. Голов отберем где-то грамм 150, максимум 200. Когда аппарат разогреется, я вернусь. Так, аппарат у нас прогрелся. Прогрелся. В кубе сейчас уже 77 практически. Колонна начинает разогреваться. Вот. Уже начинают запотевать отсеки. До верху еще не дошло. Кран, соответственно, закрытый. И в этом режиме колонна так же, как и с насадочной частью, как и обычная царга с насадкой Панченкова либо СПН, колонна так же должна поработать будет на себя. Он снизу уже начинает даже что-то булькать. Так же на себя должна поработать примерно минут 20. Так, сейчас, когда полностью колонна в мощность в работу на себя войдет, тогда я покажу, как это красиво, как здесь у нас все начинает булькать на колпачках. И в этом режиме мы будем работать 20 минут. Так, ну что, колонна работает на себя. Температура в узле у нас 76. Кран перекрыт. Ничего нигде не выходит. Все возвращается обратно на орошение насадки. Мощность сейчас 2 киловатта. И вот так вот работает. Места тут еще очень много. Соответственно, мощности можно дать и больше. Пробовал сейчас дать 2 700. Колонна выдерживает спокойно. Но она 3 дюймовая, в этом ничего странного нет. Сделана у меня тут на переходах с 2 дюймов. И обратно на 2 дюйма. Нормально работает в такой конфигурации. Так вот, дал 2 700. Колонна спокойно справилась с этим. Я думаю, еще там киловатта, полтора спокойно бы выдержала. Но дефлегматор прорвался. Единственное, один холодильник не выдерживает сверху. Поэтому вот рабочая мощность будет 2 киловатта. Для этой колонны, я думаю, абсолютно нормальная мощность. Так, по поводу спирта сырца, который в куб залили. Абрикосом он не особо пах. Пахли абрикосом только последние, там, литра, наверное, 2 спирта сырца. Очень сильно пахло серой. Хорошо, что колпачки у нас медные. Если бы колпачки были из нержавейки, я бы просто на первый перегон поставил царгу и забил бы ее медью. Вот в таком режиме 20 минут работаем. 5 минут у меня уже прошло. Как только начнем отбирать головы, я вернусь к вам. Колонна поработала на себя и начал отбирать головы. Термометр теперь показывает 7,6 и 3 возле отбора. В кубе у нас сейчас 86,7. Мощность 2 киловатта. Отбор голов по капельной. Можно, конечно, в принципе, с 3-дюймовой колонной и побыстрее. Но я решил не экспериментировать с этим. Запах прям ужасный. Ацетоновый. Очень концентрированный. Так что, я думаю, нормально колонна поработала на себя. И фракция более-менее головы она хорошо отделяет. Я, в принципе, доволен этим. Сейчас отберем 150, но максимум 200 миллилитров. Потом попробуем на ароматику. Когда пойдет тело. При работе с фруктовыми дистиллятами очень важно вовремя перейти с отбора голов на тело. Потому что в подголовьях очень много эфиров содержится. Которые как раз задают наш напиток. В головах, конечно, я еще пока не почувствовал никакого абрикоса. Потому что очень уж концентрированный ацетон. Ощущается. Кран на отбор голов у меня открыт вот так. На отборе тела мощности я менять не буду. Я просто кран открою полностью. И думаю, так буду отбирать до конца погона. До тех пор, пока у нас не запотеют 3 нижних этажа. Как только последний, третий запотеет. Я выключу отбор. Потому что когда четвертый потеет, это уже плохо. Это значит, что хвосты практически уже прорвались в отбор. Ну, покажу вам это все. Как только закончу отбор голов. Снова включу камеру. Так, собрали 200 миллилитров голов. Вот они у нас. И начали отбирать тело. Кран я открыл на полную. Мощность 2 киловатта. И давайте посмотрим, с какой скоростью у нас идет тело. Ну, вот быстрая капля, переходящая в тонкую струйку. Собираем цилиндр для того, чтобы замерить спирту возность. В отбор уходит не очень много. Это значит то, что нарушение насадки уходит намного больше. Значит, крепость у нас будет более-менее нормальная. Так, давайте наберу цилиндр и вернусь. Отобрали цилиндр. Бросили туда ориометр 70-100. И вот, что он у нас показывает. Чуть больше, чем 90. 91 примерно. То есть, с полностью открытым краном по пару. Кран от 5-го Вейна. 2 киловатта мощности. Колонна дает 91. Я думаю, для фруктовых дистиллятов это прям отличная спиртуозность, нормальная скорость и мощность. На запах дистиллят ярко выражено фруктовый. Но абрикоса в нем я пока не чувствую. Но чувствую, что это какой-то фрукт явно. Ну, сейчас отберем, разбавим, продегустируем. И тогда скажу точно. Ближе к концу погона засниму вам, как заплетевают у нас отсеки. Так, ну что, перегон у нас закончен. Емкость я уже сменил. Тут добираются какие-то хвосты. Надо выключать. Здесь у нас получилось полтора литра дистиллята 90-91. Надо будет завтра точно замерить. Несмотря на то, что в кубе у нас 94,6, хвосты вот только-только начали ощущаться. Как и обещал, показываю, как работает колпачковая колонна. Вот, смотрите, нижние два отсека прям хорошо запотели. Третий отсек тоже почти запотел. И только вот четвертый держится у нас бодрячком. Но тут остались капли, которые нужно добирать в узле отбора 7,6 и 7. И на этом отбор я прекращаю. Выход небольшой получился с магазинного сока. Я ожидал, конечно, чуть-чуть большего. Но на запах очень даже приятный ароматный фруктовый дистиллят. Завтра разбавлю. Немного постоит он у меня. И попробуем. Ну все, друзья, пришло время попробовать наш дистиллят из магазинного абрикосового сока. В который мы добавили 2 кг декстроза. Кстати, по результатам. У нас получилось 1 литр 400 мл 91% спиртуозности на колпачковой колонне. Считаю этот результат оптимальным. Но что касается выхода, думаю, это очень небольшой выход. Если бы я этот сок покупал в магазине за полную стоимость, то, конечно, бы я расстроился. А так, в принципе, ничего особо и не потерял. При пересчете на 40% напиток у нас получилось 3 литра 200 мл вот такого вот дистиллята. Давайте попробуем его на вкус. Оценим его на запах. И подведем итог. Вот, немного себе разбавил. Буквально 150 мл. Сначала оценим его на запах. А все, что могу по запаху сказать, чувствую, что это точно не просто сахарный самогон. Надеюсь, что это не эффект плацебо, из-за того, что я знаю, что это абрикосовый сок был. Давайте посмотрим, что же на вкус. А на вкус просто хороший сахарный самогон. Как бы я в своем сознании даже не старался придать ему какой-то вкус, у меня этого не получается. Поэтому с уверенностью вам могу сказать, что магазинные соки перегонять не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Никакой вкуса ароматики в этой штуке нет. Я перегонял много концентрированных соков различных. Добавлял туда также декстрозы. Но всегда в результате я чувствовал хотя бы отдаленно какой-то аромат. И у этого самогона всегда был специфический вкус, даже если я его сделал с большим укреплением. Здесь же я этого не ощущаю. Ну, как говорил мой научный руководитель, нулевая гипотеза. А это тоже гипотеза. Гипотеза в данном случае у нас не подтвердилась. Никакой вкуса ароматики в магазинном соке при перегоне нет. Так что, друзья, теперь вы точно знаете, что магазинные соки перегонять не стоит. Для меня это тоже был очень интересный опыт. Больше я не буду ходить по магазину и думать, а что будет, если я перегоню сейчас этот сок. Потому что я точно знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя для сахарного самогона, и несмотря на то, что мы это разбавили буквально несколько часов назад, результат очень даже неплохой. Он очень мягкий и совершенно нейтральный. На этом все, друзья. До скорых встреч. Пока-пока.